Всегда есть возможность создать свое царство. Здесь земля копейки стоила, а сегодня она стоит золото. Вот это все, что вы видите там, это русская земля. А кому охота вот эту работу делать? Она очень сложная. Вы кто все-таки? Вы бразильяне? Я считаюсь напополам. Замуж дочь? Дочь хотим отдать. А ты во сколько лет замуж вышла? 14. Так бывает. Разруха большая между нами получается. Есть интерес у людей из Южной Америки переезжать в Россию. И вот возникла такая теория, что они поднимут Дальний Восток. Ну не дай бог их обману. Там 130 с чем-то миллионов русских ведь живет. А почему я не смогу там прожить? Все люди живут, как цветы цветут. Моя голова вянет, как трава. Привет, друзья. Это самая дальняя командировка за историю проекта «Редакция». Больше 20 часов на самолетах с несколькими пересадками. Много часов на машине, в том числе по раздолбанным пыльным дорогам. Но не это, совсем не это делает этот трип одним из самых удивительных и непредставимых во всей моей журналистской жизни. Мы географически в Бразилии. Но прилетели мы не в Бразилию. Прилетели мы в Россию. Не в ту географическую Россию, в которой мы все с вами живем, а в ту страну, которая исчезла больше ста лет назад с Октябрьской революции. Мы прилетели к людям, которые сохранились от той России, и которые ту Россию сохранили в себе. В том числе даже в своей внешности и в своей вере. Мы прилетели к русским староверам, которые общинами живут здесь, в Бразилии, уже много лет. Живут довольно замкнуто, не любят пускать к себе посторонних. Мы очень долго договаривались. Это была целая, занявшая много месяцев, история. И непосредственная причина, по которой мы сюда прилетели заключается в том, что сейчас довольно многие из староверов, живущих здесь, в Бразилии, снимаются вместе с семьями и возвращаются на историческую родину. В основном на Дальний Восток, в Сибирь. Им там дают землю, и они начинают там новую, старую жизнь. На своей родине. В надежде и родину тоже изменить. Мы выяснили, что мы почти ровесники, на самом деле. Ну да. 46, а мне 45. Но я на «ты» обращаюсь не поэтому, а потому что здесь принято обращаться на «ты». И вообще вы заметите разницу в языке. Она очень интересная, очень звучный и интересный язык. Покажи, пожалуйста, что здесь у тебя, как устроено. Ну как тут? Тут только дом, скажем. А вот это дом, да? Это дом, да. А тут, это сзаду дом, у меня перед оттуда. А можно, да, посмотреть? Ну давайте. Тут гараж. Гараж тут. У меня определенные комнаты внутри гаража. Ну это там, как сказать, кладовка или офис, и там баня. Такое, помаленьки. А тут-то, да, уже и в сторону дом. А сколько машин у тебя? Сейчас одна. Я уже, у меня вот недавно была другая, продал. Потому что я уезжаю в Россию, и эту должен вот-вот продать. И сколько у вас переезжает человек? Должно, ну человек 20, наверное, в первый момент. То есть вся твоя семья переезжает, и еще несколько? У меня тут только жена и дочь, и я. Втроем? И сын, и сын десятилетний, четверо. Многие отговаривают переезжают? Много, многие. Многие отговаривают. Говорит, глупость. Куда поехал? Тебе башку оторвут. А ты что отвечаешь? Я не знаю, я отвечаю, слушайте, вы так решили, ваше дело мое. Я решил туда, я туда уже три раз съездил и понимаю, что не так. И все. О том, как здесь живут русские колонисты, можно судить всего по нескольким деталям. Вот, например, видите, припаркована машина колониста, а за ней припаркован самолет колониста. Ну надо же орошать поля. Тут обычное дело, люди летают, страна большая. Давайте небольшой эксплейнер. Как русские староверы вообще здесь очутились? Как вы знаете, в 17 веке в России произошел церковный раскол. Староверов начали вытеснять из центральной России все дальше и дальше на восток, пока наконец к началу 20 века они не оказались в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где жили общинами и их там было очень много. Потом случился 17-й год, пришли большевики. Понятно, что староверы были для них враги, классовые, идейные, любые. Начались репрессии. Староверы вынуждены были все бросить, что они нажили за века и бежать в Китай. В Китае они благополучно живут еще несколько десятилетий. Снова все вокруг них процветает, потому что они истово и по-настоящему трудятся на своей земле своими руками. После Второй мировой войны в Китай приходят коммунисты. Опять начинаются репрессии. Староверы опять вынуждены все нажитое бросать и бежать дальше. Бегут они в основном как раз сюда, в Южную Америку. В последующие десятилетия они расселяются по всему континенту. Их также очень много в Соединенных Штатах. Но вы знаете свойства Америки – эта страна перемалывает всех, кто в нее приезжает. И через несколько поколений довольно быстро староверы в том числе становятся американцами. Здесь другая ситуация. Эти люди, которые расселились по Южной Америке, до сих пор в полном смысле русские. Со своим языком, своими традициями. И с той России внутри, которая давно пропала. В такие времена нынче все очень быстро меняется. Даже язык. Не только в жизни, но и в сети. Вот еще вчера вы отлично понимали своего ребенка, а теперь он рофлит, когда вы что-то рассказываете, и скрывает своего краша. Что? Что вообще происходит? Просто каждый день появляются новые словечки, значения которых не все взрослые понимают. Сейчас проведу вам ликбез, но давайте для начала разберемся с этими двумя словами. Значит, рофлить – это кататься по полу от смеха, а краш – это тайная симпатия. Словечки из английского, разумеется. А еще, например, есть такие. J-chilling – это сокращение от just chilling, то есть расслабляюсь, кайфую. Или lit – это сокращение от привычного нам cool, то есть круто. А еще, например, I'd – это выражение произошло от знакомого нам all right, то есть все отлично. Делюсь отличным способом, как выучить всю эту современную лексику. Пойти учиться в онлайн-школу английского Skyeng. Там преподаватели всегда включают в уроки самые актуальные и свежие выражения и учат реальный язык, а не тот из позапрошлогоднего учебника. Индивидуальные занятия по удобному для вас расписанию, грамматический тренажер, разговорные клубы, чтобы поддерживать навыки устной речи. А еще вы можете скачать специальное расширение, включить субтитры и смотреть фильмы в оригинале. А чтобы прогресс был заметнее, учите новые слова и выражения в бесплатном приложении Skyeng. Кстати, Skyeng запустил онлайн-школу для детей и подростков SkySmart. Сейчас там английский и математика, но это только начало, вскоре появятся другие предметы. Уроки математики можно брать детям со второго класса, а заниматься английским аж с четырех лет. Уроки в SkySmart проходят в увлекательном игровом формате, без заучивания, зато с квестами, мультиками и играми. Используйте лето, чтобы подтянуть все пробелы в знаниях, и осенью ваш ребенок будет уже первым учеником. А если начнете обучение прямо сейчас, то по промокоду, который вы видите на экране, получите целых три бесплатных урока при оплате до 30 июля. И на детское обучение он тоже распространяется. Регистрируйтесь по ссылке в описании и начинайте говорить на одном языке с детьми и со всем миром заодно. У тебя было 100 гектаров? Ну да. Это мало. Сейчас 100 гектаров по экономике вообще в мире это трудно жить достойно. В экономике в мире понятно, просто представить себе в России крестьянина, у которого 100 гектаров, это не так просто. Вот. Но на 100 гектаров сложно жить. На 100 гектаров ты можешь проживать. Проживать. Но ты в качественной жизни тогда нужно заниматься какой-то нишей. А чем ты занимался? Как ты проживал со 100 гектарами? Я здесь сеял сои и кукурузу. Тут у нас два урожая. Летний и зимний. Сои и кукуруза. Да. И вот за счет двух урожаев можно нормально жить на 100 гектаров? Проживать – да. Хорошую жизнь. Думать о хорошей машине. Думать о хорошем, чем-то другом – нет. Но ты будешь жить хорошо. То есть ты не богатый человек? Нет. Есть среди русских здесь богатые? Есть богатые. Прям богатые? Есть богатые. И они тоже сельским хозяйством заработали? Сельским хозяйством. Круто! Это вот вы тут по вечерам так отдыхаете? Да-да. На, в который раз. Мне уже, как говорится, уже не подходит это. Но дети. А сколько земли у тебя, Иларион? Ну, сегодня посевный и со скотом где-то 5 тысяч, может… 5 тысяч гектаров? 5 тысяч 700, да. И, соответственно, тоже кукуруза и соя, да? Сейчас сою брали, кукурузу посадили. Ну, у меня, скажем, посевной земли, мы сейчас открываем ушо-землю, но больше скот и посев, вот эти половины наполовину так. А скот молочный или на мясо? Нет, у нас мясо. Мы берем, больше покупаем коров уже с телятами, потом продаем этих телятов отсажив, продаем и коровы с другим теленком. То мы другого теленка убираем, когда другого теленка она вырастет, корову закармливаем или опять другим продаем опять на расплод. Вы помните, я говорил, что русские староверы над своими полями летают на самолётах. Вот, чтобы не быть голословным, мы напросились в полёт. Вы же понимаете, что я не мог не полетать, чтобы я не снимал. Если есть шанс, я буду просить. Красивая. Сколько лет ей? 82-84 года. Это, если не знаете, «Сесна», самый распространённый самолёт малой авиации в мире. Вот это всё, что вы видите там, это русская земля. Русская. Потому что принадлежит русским. В Бразилии. А в деревне, ты говорил, почти тысячи человек живёт? Ну, много. Лев, у каждого, посчитай сегодня. Лев, у моей мамы есть где-то под 90 внуков. Лев, только у ей. Ничего себе. Лев, у их семья. А у них 10 человек. Лев, у каждого будет по 90. А у тебя сколько детей? У нас мало. Нас четверо всего. Ничего себе мало. Это Дмитрий Кузьмин, это Прасковья, жена его. А это их дом. Как это называется правильно? Изба, вы говорите, да? Изба или дом? Дом за домом. Дизайн кто делал? Ну, проект. Сами. Сами делали? Вот этот балкон полукруглый – это всё сам? Да. Придумали так вот и с плотником его спланировали. Он деревянный? Нет. Весь кирпичный. Кирпичный и штукатурка, да? Вот этот, будем говорить, вот верх, весь залитый цементом. Это просто там только железо и вот так вот столь его залито цементом и всё. А отопления нету, соответственно? Никакого. Здесь не нужно отопления. Вот стоят отопления, холодильники. Холодильники, но это наоборот охлаждение. А это антенна у вас, да? Ага. Телевизор смотрите? Телефонная. У Дмитрия семеро детей. Да. Значит, пятеро дочерей, двое сыновей. Сыновья здесь оба. Ага. И внуков сколько? Шестнадцать. Шестнадцать внуков. А сколько тебе лет? Мне шестьдесят два. Шестьдесят два, шестнадцать внуков. Это прям хорошо. А расскажи, пожалуйста, как ты сюда приехал? Когда первый раз? Первый раз, когда мы приехали смотреть, я, наверное, здесь был в семьдесят восьмом году. А родился где? В Гонконге. В Гонконге родился? В Гонконге. По дороге из Китая, что ли? Ничего себе. У нас там проживали, наверное, с полгода, и я там родился. Твой отец где родился? В России или в Китае? В Китае. В Китае уже. А деда помнишь? Я помню его. Дед, наверное, ещё в России родился? Он в России. А он что-то рассказывал про Россию? Я мало помню. Кто поднял Бразилию – это эмигранты. Это русские, это германцы, это итальянцы. После Второй мировой войны? Да. Здешние люди начали работать, когда научились с нашими людьми, которые с приезжими. Они здесь проживали. Здесь, в таких районах, это очень бедные земли были. А сейчас? А сейчас они очень богаты. Самые дорогие в стране. Маленький словарь. Когда общаешься здесь с русскими, то очень быстро зацепляешь этот язык, на котором они говорят, а язык этот, мы же понимаем, он из старой России дореволюционной, который прожил все эти десятилетия ненасти, и вот он где-то здесь сохранился. Я прям веду себе небольшой словарик, как знакомые слова звучат по-другому. «Быват» вместо «бывает» – «шибко» вместо «сильно». «Худая» вместо «плохая». «Полисман» – очень хорошее слово. Здесь полицейских так называют. «Туды», «суды» и «тама». Это литературно и нормально, все здесь так говорят. Местных здесь прекрасно называют бразильяне и бразильянки, не бразильцы. И моё любимое на сегодняшний день слово из местного словаря – фазендёры. Это, собственно, они и есть владельцы фазенд, частные предприниматели, владельцы земли. Не знаю, как ещё назвать. Но то, что раньше кулаками называли. Вот это они – наши герои. Фазендёры – отличный язык, очень певучий. Американский фармёр, фармер или сказать по-португальски, фазендёр. А по-русски это как хуторянин было? То есть хутор? Я по-русски это не могу сказать, потому что я не знаю. Это хлебороб. 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 Здесь нас не много живёт. Вообще в этом штате, в Гояси, мало здесь русских живут. Большая деревня есть в другом штате – штат Мату-Гросу. А вы тут в основном друг с другом общаетесь? Русские с русскими или бразильян тоже много вокруг? У нас большинство с бразильянами только деловые отношения. А вы себя сами как ощущаете? Как русские или как наполовину русские, наполовину бразильяне? А я вам всю правду скажу, что я себя считаю русским. И меня здесь бразильяны считают русским. Но я когда еду в Россию, я считаю себя бразильянцем, потому что я рождён в Бразилии. Но патриотизм по отношению к Бразилии вы ощущаете? Конечно. Я родился в Бразилии и до сих пор живу в Бразилии. Я патриот бразильской. Мы рождены здесь, мы выращены здесь. И португальский второй родной, да? Да. Второй, потому что я первый раз сначала изучать португальский. Мне 10 лет было, хотя я родился здесь. То есть не то, что ты билингва? То есть ты не двуязычный? Двуязычный? Двуязычный. То есть два родных языка – португальский и русский? Да. А вы выросли где? Здесь? В деревне? Или как всё было? Расскажите. Я маленький, до 10 лет здесь, в деревне. А у тебя какой язык родной? Бразильский. Ну, бразильский. Португальский сейчас? Да, португальский. А русский? Как я могу сказать? Я не так хорошо понимаю по-русски. Когда я маленький был, моя мать померла. Тогда я в городе уехал жить с одним дядей мой. И там я много что потерял, потому что я с бразильяном жил. А ты? У тебя какой родной язык? Ну, я думаю, самая первая научилась русской, наверное. Потом португальский, когда в школу пришла. А вы между собой на каком языке разговариваете, когда вдвоём? На португальском? Да. Больше по-португальски, чем по-русски. То есть вы кто всё-таки? Вы бразильяне? Да. А, я не знаю. Я шутаюсь напополам. А Алексей? Да, тоже пополам. Думаю, все мы будем в старости рассказывать внукам про весну 2020-го. Ту самую коронавирусную, когда из дома нельзя было выйти без специального разрешения, а люди друг от друга шарахались. Но, будем откровенны, конечно, несмотря на снятие запрета, опасность коронавируса никуда не делась. И скопление людей по-прежнему сейчас самые опасные места. Конечно, лучше всего в такой ситуации продолжать сидеть дома. Но, откровенно говоря, мало кто может и хочет продолжать это делать. Я вот точно нет. Как вы понимаете, я продолжаю контактировать с другими людьми, но стараюсь по возможности сократить необязательное общение с посторонним, поэтому часто езжу на такси. Насколько это безопасно? Расскажу, как сейчас работает Яндекс.Такси. Все машины партнёров сервиса регулярно дезинфицируют, а состояние здоровья водителей проверяют. Для этого Яндекс.Такси развернул в городе несколько десятков пунктов контроля здоровья. Сами водители в обязательном порядке носят маски, проветривают салон автомобилей, дважды в день протирают его руль, ручки, подлокотники, сиденья, спинки кресел. Кстати, про маски. Их обязательно носите нам, пассажирам. Я свою снял только для того, чтобы записать это видео. И ещё парочка советов пассажирам. Не забывайте мыть руки с мылом, пользуйтесь антисептиками, садитесь на заднее сиденье и платите карты. Сейчас даже чаевые легко оставлять онлайн. Берегите себя, а Яндекс.Такси позаботится о безопасности вашей поездки. Я люблю всегда говорить одно пословище по-бразильски, по-португальски. Агрикультура – это индустрия, без крыши. Я понял. То есть завод без крыши? Да, завод без крыши. То есть вы зависите на полную полость? Да, мы зависим от климата. Если климат нормальный, хороший, у нас урожай хороший и доходы хорошие. 19-й год был хороший? Хороший. Но, слава богу, до сих пор на сою очень хороший урожай. А здесь что? А это вот зерно суда сырое сыпем. Из этого места зерно проходит по той бочке – это сушилка, где сушим зерно. И как долго его надо сушить? Как сою очень скоро. От 18% к низу. Оно сверху заходит 18-19 градусов процентов сырости. Внизу уже выходит 13,5-14. Уже готово зерно. И уже сюда заказчик приезжает на грузовике, да? А там у нас с другой стороны тогда склады, куда мы ссыпаем сухое зерно, а потом тогда уже грузим его на другие грузовики и идёт на порт. А вот сколько вы зарабатываете? Сколько у вас работников работает наёмных на вашей фазенде? У нас постоянных рабочих в среднем 22-23 рабочих. Это бразильяне, да? Да, бразильяне. Это машины ваши или они в аренде? Наши. А это выгоднее, чем арендовать получается? Когда посчитаешь на несколько урожаев, то выгодно. А, я понял. То есть, когда на длинный срок, это выгоднее получается. А сколько стоит вот такой комбайн, например, с сейлкой? Такая сейлка сегодня на доллар приблизительно стоит где-то около 100 тысяч долларов. Это только вот эта сейлка? И ещё сам трактор. А с трактором приблизительно стоит 200 с лишком тысяч долларов. И сколько у вас таких машин? У нас таких машин для нашего посева три. То есть это вы достаточно зарабатываете своим трудом, чтобы покупать вот эти трактора, эти комбайны, нанимать людей и даже позволять себе некоторые неурожайные года? Да. Мы никогда не должны расшитывать на один год, на один урожай. Мы всё время должны расшитывать на средний и долгий строк. Вот минимум этот длинный срок – это сколько? 10-15 лет? Я расшитываю, что средний срок – 5 лет, а долгий срок, скажем, длинный срок – это 20 лет. Я правильно понимаю, что это та самая новая технология, вот этот прямой посев, который исключает пашню? То есть я с детства помню, что землю пашут, то есть едет машина с плугом пашет, и потом туда уже идёт засед. А сейчас эта стадия исключена, да? Да. Это всё сегодня возможно после того, когда весь этот процесс уже получился в 70-80-х годах. Когда нужно было пахать, когда нужно было калкарь усыпать, когда нужно было все удобрения вкладать. Всё это зараньше, когда приготовишь и землю удобришь, теперь эта технология, она всё это заменяет. Не нужно пахать, ничего не нужно делать. Всё это агрономия достигла сегодня. Называется «Агрикультура де просезон». Точное сельское хозяйство. Точное сельское хозяйство. По сателлиту всё это делаться. И мы всё сыпем столь сколь надо и где сколь надо. Вот я специально сейчас выбрал пейзажик, который очень русский. Вон, посмотрите. Вот просёлочек идёт. Деревья издали похожие на берёзы. Тучка, из которой сейчас прольётся. Прямо Родина. Я почему его выбрал? Потому что всё, что я здесь вижу, всё, что я здесь чувствую, это для меня, помимо того, что всё это сама по себе очень крутая история, это ещё и важный урок, который я хочу до вас донести. В своё время я на телеке работал большой фильм про раскулачивание и коллективизацию. Про то, как советская власть уничтожила всё русское крестьянство. А в первую очередь уничтожила кулаков, на которых всё на селе держалось. Это были индивидуальные предприниматели и просто предприимчивые ребята. Таких, которых мы сейчас и снимаем. И вы сейчас сами видите, в каком состоянии русское сельское хозяйство. Уныние, пустые поля, вымершие деревни, пустота. Чего об этом говорить? И вот когда я смотрю на всё, на вот это, на колосящиеся поля, засеянные и дающие буйный урожай, поля, которыми владеют и которые возделывают русские предприниматели, я думаю, блин, как могло бы быть по-другому в России, если бы не советская власть? Как могло бы быть по-другому? Я сюда приехал, я был маленький. Мне 9 лет было, когда я сюда приехал. Это было в начале 70-х годов. В то время земля здесь ничего не стоила и никому не была нужна, потому что она ничего не урождала. Она была земля непригодная. Мой отец купил здесь фазенду, землю. И мой брат решил привезти агронома, взять землю здесь, увезти туда, в лаборатории проверить, что нужно было для этой земли, чтобы можно было сеять сою. Он когда сделал анализ, проверил и сказал, Иван, я тебе скажу так, что земля, которую ты купил в Гоясе, которую твой отец купил в Гоясе, она непригодна для посевов. А Иван ему сказал, говорит, Волмир, ты ночью родился, ты ничего не знаешь. Ты посмотришь, что через 10 лет земля будет стоить столь же, сколь здесь или дороже. Заняло побольше, заняло 20 лет. Но через 20 лет после этого земля здесь стала столь же урождать, сколь там или больше. И сегодня здесь земля стоит в половину дороже, чем в Паране. Ого, и в несколько раз дороже, чем она стоила здесь 40 лет назад. А 40 лет тому назад здесь земля копейки стоила, а сегодня она стоит золото. Сегодня здесь гектар земли стоит в окрестности 20 тысяч долларов. Я слышал историю, что изначально, когда русские сюда приехали 40 лет назад, этого известняка тут не было. Его везли черт знает откуда. Да, он был на юге, 1200 километров. Мы приехали отсюда, вот здесь его не производили и эти земли были непригодны тогда. Стали возить по 10 тонн на грузовике. Эти 1200 километров – очень была сложная история. Мне вот очень интересно. Я сегодня весь день слушаю и тебя, и Павла. Я понимаю, что в России в целом сельское хозяйство лет на 30-40 позади того, что вы здесь имеете. То есть то, что вы здесь делаете? Большое количество – да. Всю землю и большинство земель еще пашут. К сожалению, это не плюс. Я не в все районы, не в все области могу сказать, что это позволит, ноутил, как у нас позволяет, потому что там холодно. Прямой засев, как мы сегодня говорили, когда сразу убрали один урожай и сразу сеют, не распахивая землю. Я знаю, что там уже производят это. При Советском Союзе пользовались те, а сейчас мало кто пользуется. Я могу ровно ехать, пойму, буду ехать. 18 метров отмерю, как вот эта вот шарошалка. И буду поворачивать. Всю жизнь, все время буду 18 метров. Пойму, буду ехать, и он ровно меня точку показывает. Неужели GPS точнее, чем глаза опытного человека? Сегодня точнее. Серьезно? А как ты поедешь, чтобы ровно проехать без GPS? Только ездив по рядам. Повел влез на крышу комбайна и выглядит точно, как капитан корабля. Посмотри. Одно воспоминание мне пришло в голову. Я когда был маленьким, мы жили на даче. Там рядом было колхозное поле. И я всегда с утра приходил, стоял у края, когда шёл сев или уборка, чтобы меня прокатили. Иногда меня катали. И это одно из самых крутых воспоминаний моего детства. Вообще мои предки были крестьяне. Я как-то внутренне себя ощущаю тоже скорее сельским человеком. Так вот, я сейчас прокатился на комбайне. Впервые лет за сорок. Вспомнил все эти ощущения, те же запахи на самом деле здесь. И не лишний, наверное, упомянуть, что то поле, на котором я катался с ребёнком, его сейчас застроили под коттеджный посёлок. Удачи. А кому охота вот эту работу делать, мне скажи? Надо вот таким солнце треться. Никому не охота, это привычки. Надо привыкать, что я такую работу умею делать и работать. Хотеть её делать. Или не привыкни, что я никогда не захочу эту работу делать. Она очень сложная. И нет у тебя ар-кондишнены никакого, и пыль, и отрава. И тебе надо всё это делать. Не сделаешь, ты не вырастешь, не проживёшь. А как вот ты своих сыновей? Сколько им лет? Одному 16, другому 14. Как ты их приучал к тому, что это нужно? Приучал, что приучаю. Что много надо приучать. Привозишь и говоришь, что работали, и всё. Они должны работать, надо привыкать работать. Не привыкнешь, ничего этого не будет. Здорово, живёшь? Здравствуйте. Здрасьте. Это родственник, да? Я сын. Сын, младший. Самый младший сын, да. А старшие где сыновья? Они сегодня у нас рожают. Вот сын работает с тобой, да? Да, да. А в какой момент он получает свою землю? И сам становится как хозяин уже? У нас, скажем, мы землю берём, они уже у каждого своя есть. То есть вот у сына есть земля уже своя, да? Да. Сколько лет сейчас? Сколько тебе лет? 19. 19. И у тебя уже есть своя земля, да? Да. Ну вот объясни, вот рождается сын у тебя, да? Да. В каком возрасте? Ты ему даришь эту землю? Как вот свою отдаёшь часть? Мы… Меня тоже её никто не подарил. Мы её берём, покупаем землю и выплачиваем вместе. То, скажем, сейчас выплачиваем землю, когда выплатится земля, то она будет моя и будет делиться на всех нас. То есть дети подрастают, им покупается земля? Да. Понятно, что кредит привлекается, они потом этот кредит отдают вместе с родителями или уже сами? Да, да. Выплачиваем, скажем, эта земля у нас на 10 лет. А есть такая проблема, что детей надо отгонять от гаджетов, планшетов, мониторов? У меня старший сын, у него пальцы… Он в гейме ведь играл, чтобы пальцы чётко. И мне самой было заботой. То после этого взял их, я вам работу дам, то у них сегодня день и ночь, им нету время играть в планшеты. Короче, я понял. У Илариона была проблема, что дети играли в гейм. Иларион приехал такой, вот будете в поле. Вот тебе комбайн, вот тебе сейлка в поле. И всё, перестали, да? Перестали, нормально. Как и он эти пальцы, он сейчас их на другую сторону. Он их команду, комбайн шевелит. Да, там GPS, вот это всё. Как вам кажется, что позволило за столько лет не раствориться в чужих народах? Сохранить язык, сохранить свою веру? Что позволило? А это очень трудно определить. Но я считаю, что наши родители всё время они старались деревни всегда строить в отдалённости от городов, вообще от населения. И больше жили в деревнях, привычки деревенские. Старались содержать свою традицию, свой порядок староверской и религию. Есть разделение старообрядца-новообрядцы, уникониане и… Это самое главное разделение. Да, главное разделение. Самый раскол. Потом есть поповцы-беспоповцы. Это те, которые… Это внутри старообрядцы. Которые со священником служат без священника. Внутри беспоповцев есть несколько разных течений. И вот внутри одного из этих течений есть раскол, который называется, значит, за один крест ты стоишь или за два креста. Что это такое? Один крест – это вот крест, которым можно совершить благословление. И они говорят, что крест один. Вот только такой может быть. А некоторые говорят, что может быть и такой, а может быть и такой. То есть может быть два креста. Потому что на старых, например, мозаиках или на старых иконах иногда встречаются какие-то… Крест – это синоним перства в данном случае. Да, да, да. Любая из вот этих вот благословляющих сложений руки. При том, что благословить может только священник, которого у них нет. Сегодня воскресенье, никто не работает. Все отдыхают? Все отдыхают. Ни в коем случае никто не работает. Воскресенье – это прям такой святой день. Святой день. Нельзя работать. А у вас дважды в неделю молитвы проходит? Ну, мы в субботу вечернюю. Сейчас Великий постом. И потом в субботу, скажем, в воскресенье утром. И еще воскресенье вечером раз Великий пост. Трижды тогда. А там все соседи собираются на этой молитве, да? Ну, как бывает, как по силе возможности. Объясни, пожалуйста. Вы же беспоповцы, да? Да. Как вы служите? То есть все равно должен быть кто-то старше, кто проводит службу. Ну, вот у нас здесь, именно здесь у нас я, как называться, настоятель. Это можно как наставник сказать. Я главный в церкви. Это не имеет никакого отношения к деловому. Я только в церкви стою как настоятель, выбранный на определенное время, на год или как. А, то есть все собираются, голосуют? Нет, не голосуют. Ну, скажем, люди желают. Но у нас другого варианта пока нет. Был мой отец. Мой отец умер в 2016 году. Остался я как старший. И как подходящий вариант, что подхожий к этому, остался я. У нас есть настоятель выбранный в посёлке, который молится, который за чин делает. А как его выбирают? Ну, соберутся народ и выберут, что он более подходит, что ему стоять. Главное. То есть он за место священника получается? И когда служба идёт, то он читает? Он помолвку делает, три поклона он, он венчает, он крестит. А вот вы ходите, это церковь называется или молельный дом? Как правильно вы его называете? Мы назовём церковь. А ходят все вместе? То есть вся община там собирается? Да. Я помню, как во время первых экспедиций я пыталась расспросить, как крестят в Маленной, как проходит служба в Маленной. Пока мне женщина не сказала Ольге, прости ради Христа, но ведь то, что у нас в Маленной происходит, мы ведь не имеем права тебе об этом говорить. Нам нельзя об этом говорить. И это обо всём остальном, пожалуйста. Но то, что касается духовной жизни, внутренней жизни, ты не обижайся. Нам просто нельзя это говорить. И вот то, что она не стала как-то уклоняться, она вот это так просто сказала, что у меня никакой обид. Потому что я понимаю, что это другая культура. Для меня кажется, что времена очень трудные сейчас мы живём. И разруха большая между нами получается. Это даже переживательно для моего понятия. Разруха между нами – это что значит? Разруха насчёт соблюдения одёжи, насчёт соблюдения старобрячества. А сейчас сложнее стало? Молодые поколения, наверное, сложнее стало? Молодые поколения не очень соблюдают это. И это нехорошо. Вот слушайте, вы молодая пара, да? У вас детей нет, насколько я понимаю, пока. Да. Логичный вопрос – поехать в город, потусоваться есть такое русское слово. То есть ходить, может быть, не в бар, но потанцевать. Есть такое? Или нет? Сходить так в бар, потанцевать – нет. Но как мы – нет. Есть другие, что да, может съездить, не знаю. А ты – нет? Ну, нет. Мы так сходим куда-нибудь с друзьями, встретимся тоже, сядем в какой-нибудь кафе, не знаю, как вы там говорите. Ресторан. Ресторан. Мне не хочется. Просто я знаю, что есть, которые так ездят. Но мы просто такая пара, что любим больше так спокойно. А вы давно женаты? Да. Уже почти пять лет. Пять лет? А сколько вам было, когда вы поженились? Мне было семнадцать. А у меня девятнадцать. Это не рано? Здесь нам? Нет. Как раз сама. Ну, потому что обычно считается сейчас, что нужно попозже. Опыт понабраться, чтобы всё такое… Нам здесь самое лучшее время такое, что уже… Уже взрослые? Да. А когда четырнадцать, пятнадцать – это рано. Вы уже четыре года вместе? Да. А детей? Планируете заводить? Да. Угу. Да. Сколько детей нормально завести? Всяко бывает. Но мы… Как мы думаем, четыре. Четыре? Да. А как имена детей выбираются? У вас на современное российское ухо очень необычные имена. Как вы их выбираете? Если в мальчик, то от числа, какого он родился – неделю вперёд и неделю взад. А если в девочке, тогда можно две недели вперёд и две недели, потому что у девочек меньше имен. Ты имеешь в виду, что каждому дню соответствует имя? Да, имя. Имя, да? В ваших книгах? Да. И, соответственно… Ну, святцы просто. Я правильно понимаю, что это святцы обычно? Да. И, соответственно, можно выбирать либо имя, которое соответствует этому дню, либо вот соседние, как ты сейчас рассказал. Да. А другие нельзя? Что какой захотел, такой нет. Если я всё правильно понял, то важное событие предстоит в вашей семье сейчас. Какое? Замуж дочь хотим отдать? Последнюю я. То есть из семерых детей последняя дочь выходит замуж? Да. Расскажи, за кого? Яким. А живёт он 600 километров отсюда? Угу. И ты к нему туда уезжаешь? Да. Гуяс – это соседний штат, там, где Рамка Олгин живёт. И когда свадьба? Пропой будет 17 мая, а свадьба… Нет, 7 мая, а свадьба 18-го. Что такое пропой? Расскажите мне, пожалуйста. Сейчас мы на озере все ей говорили. Я ей начала рассказывать, как мы красиво купались, когда ваш пропой делали. И она мне не могла понять пропой. Я уже слышала помолвка у вас. Помолвка? Помолвка. Вот что такое пропой. А мы второй день слышу слово пропой, а это помолвка. То есть всё начинается… Расскажи, вы решили познакомились, решили пожениться. Дальше должны родители же согласие дать, да? Ну да, они приезжали, я как с Канады вернулась. Неделя прошла, они приехали. А не могу не спросить, а если родители против? Бывает такое? Бывает. Бывает. Много. И что тогда? Не знаю, что. Уже спросить, чем они стали делать. Они сидели так вот, заботились. Бывает, что против и как-то все… Бывают расходятся, а бывают сходятся. Бывают. Уже после этого знаешь, что родня. Должно семь степеней быть, разузнав, что родня и нельзя сходиться. Вот поподробнее про это. То есть до седьмого колена нельзя с людьми родственными? Да. То есть если выясняется, что даже пять поколений назад они родственники, то нельзя? Нельзя. При этом же вас не так много здесь живёт людей в целом. Нет. Вот из-за этого и нельзя. Сбоку живут и нельзя не давать, не брать. А ты во сколько лет замуж вышла? Четырнадцать. Четырнадцать. Не рано это? Рано. Четырнадцать. А ты во сколько хотела бы? Я не знаю. Четырнадцать. Четырнадцать. В деревню? Есть так и так. Есть, что приводят. Если согласны она или он, что перейти в наше, креститься и жить всё по-нашему. Его тогда берут кто-то себе и всё научат молиться. Про посты всё расскажут и всё-всё. Тебе принципиально, чтобы Эфима выберет себе жениха, чтобы он был из вашей среды? Конечно. Будешь стараться? Конечно. Я думаю, как-то мы так выросли и даже не подходит мне. Я так выросла и они меня так приучили. Мне даже неохота как семья праздновать или что-то такое. Конечно, у меня подруги уже получалось, что уходили так. Но мы ищем, что в нашем всё было. А вот я слышал, что вы дочь выдаёте в другой собор. Это что значит? Вот это вот загвоздка. Мы были против. Они раз полюбились, пускай идёт что. А что значит другой собор? Я не очень понимаю. Она трёхпосёлится. Трудно это рассказать. Как-то маленечко разное понятие. То есть вы староверы, они староверы, но есть какие-то различия? Да, есть маленечко разное. Одни с одних краёв, другие с других. Как-то маленько они сходятся. Одни считают, что они правильные, другие считают, что другие правильные. То есть вы просто не сможете вместе молиться, получается? Да. Общаться-то вы можете? А для тебя это большая проблема была? Правда, молча. Анфал – это сын Авраама. И вот я увидел фотографию Анфала с его женой Пелагей. Говорю, какая красивая у тебя Анфал жена. Давай мы тоже с ней сделаем интервью. Как вы познакомились? Там в Масапе, где-то в Тримагардулещи много есть нашинских. А мы всегда туда ездим, когда молодые, с другими девками там побыть, узнавать, кто они такие. И так и познакомились. А эта другая община находится примерно в 8 часах езды отсюда? Да. То есть ты специально ездил туда, чтобы познакомиться? Да. Это же всё-таки, мне кажется, довольно большая проблема, что знакомиться можно только в своём кругу. Да? Не знаю. Мы не видим какой-то проблемы. Мы ездим туда и сюда. В Парану тоже есть один место ездим. И так и познакомились мы. Но когда тоже у нас есть свадьбы, как скажем, сейчас будет свадьба там в Примагардулещи, то много людей собираются нашинские, как староверы, собираются. И так и мы много знакомимся с другими. Как бывает? Раньше свадьбы это бывают девичники. И там, скажем, жених с невестой садятся на стол, и девки там садятся, и они поют. И, скажем, парни там платят, чтобы они пели, и потом поцелуют их всех. Так бывает. Платят, чтобы пели? Да. Мы платим за песню. А если, скажем, девки попоют песню, и красиво песни летели, парни целуют девок. Целуют? Как в щёку целуют? В щёку, да. Как девка там захочет вообще-то. Это в благодарность за песню? Думаю, что так скажем можно. Ты пела какие-то песни? Да, я пела песни. Девишник – это не только, что там только девушки. Там парни тоже могут быть? Да, парни тоже могут быть. Просто в России тоже есть традиция девишников, но это другое имеется в виду. Это когда перед свадьбой девочки отдельно собираются с невестой, мальчики отдельно с женихом, и они все там, как правило, пьют. Нет, это разно. Ты платье свадебное приготовила уже? Да. Три уже сошла. Три? Что два. А зачем столько? Свадьба-то одна. А тут… Одно помолвка. А, одно помолвка. На девичника. И третья свадьба? Два девичника. Два девичника тут, один там. И на каждое своё платье? Ну да. И четвёртая… Будешь один и тот же на сей. Ужас, конечно, нет. Ужас! И четвёртая на венчание. И ещё два дня свадьбы. И ещё два дня свадьбы. На воротах два соколика сидят. Промеж собой тайны речи говорят. Ой-ли. Ой-ли-ли-ли-ли. Промеж собой тайны речи говорят. Покажи свой гардероб. Ну какие-то платья, которые ты можешь показать. Не свадьба, конечно. Поэтому нельзя смотреть. Ну ничего, я могу показать. Только… Вот эти они… Сколько же такое платье заняло по времени ты сшила? Сколько по времени? Я… Недолго заняло мне. Вот такие вот, как я говорю, это сарафан. Мне быстро сшить. Мне платья долго занимают. Неделю-две. Это… Это подарки просто. Это тоже… Это для подружек невесты или подарки? Это подарки. И в вашей семье. Их одиннадцать. Ну какая Олимпиада выбери там рубаха? Самую… Самую красную самую, чтобы он за километр видать было. Я посмотрела, который поменьше такие… Вот эту наверное. А где можно переодеть? Померить? Вот. Вот. Вот так вот бренда вам в заключение. Как дела? Вот посмотрите, как Татьяна одета, как Трифена одета. Это обычно то, в чём ты ходишь, да? Вот доказательства. Это женская половина, это мужская половина. Это всё шили вы сами? Да. Это сарафан, я правильно понимаю? Это талички. Это сарафан? Да, вот это сарафан. А, вот это сарафан. И ходить можно только в этом? Да. Но мы сарафан не меньше носим. По праздникам, молиться, на свадьбы больше сарафана. А талички тогда каждый день. И ты обшиваешь всю семью, правильно? Нет, она себе шьёт Трифена. Это был такой великий русский фотограф в начале 20 века, Прокудингорский. И он много ездил по деревням и делал цветные фото ещё задолго до революции, в начале 20 века. И он оставил потрясающий альбом. Про него отличный фильм Леонида Парфёнова. Вы посмотрите, если не видели. И я вот смотрю на вас, на ваше платье, талички и сарафаны, и у меня ощущение, что я внутри фотографии Прокудина-Горского. Это очень крутое ощущение. Насколько, думаю я, костюм, платье меняет вообще восприятие женщины. Вот я смотрю на вас, и у меня такое ощущение, что я в 19 веке. Или в начале 20-го. Ей-богу. Вот вы смеётесь, а я вполне серьёзный. Здорово. Вы, наверное, просто к этому привычные, а я нет. Правда, в нашем городе уже знают, что мы такие. Просто уж никто внимания не берёт на нас. Ваше Рио-Верде, да? Да, а вот и в другие места поедем, где, конечно, нас не видали, то, конечно, смотрят. Смотрят и, как сказать, а когда подойдут, всегда спрашивают, что-то от Кельвы, из-за чего так одеетесь, меня расскажем. Всегда похвалят. Значит, никто бы не сказал, что там странно или что. А то все говорят, так красиво вы одеетесь, что я даже не знала, как к вам подойти. Чтобы начать с вами разговаривать. Это бразильцы, бразильяне, да? Они всегда очень хвалят. Строго тебя воспитывали, как тебе кажется? Ну строго, нормально кажется, не знаю. Я думаю, что или так, может, не воспитывали то, что я бы не власть сегодня, то мне кажется, хорошо было. Конечно, заморчали или что-то. Но это лучше для меня было. Не знаю, нормально, мне кажется. А стрижку ты можешь произвольно выбирать? Постричься коротко ты можешь? Нет. Тоже не можешь? Нет. То есть должны быть длинные волосы и коса обязательно? Угу. Но получается, что в который раз мы не заплетаемся, нормально, мы просто привяжем волосы и всё. Но отпушина у нас никогда не бывает. Угу. То есть нельзя распущенные волосы? Нет. И коротко постричься тоже нельзя? Нельзя. А косметика? Можно? Да, можно. Можно? Духи? Да. Можно? Как интересно. А красить волосы? Нет. Нельзя. Красить волосы тоже нельзя? Нельзя. Кольца, украшения, браслеты, цепочки? Да, можно. А, вот у тебя уже… Всё нормально. Это всё можно? Да, всё можно. Я всё ещё пытаюсь понять правила, которые внутри общины есть, насколько они строгие. Вот выпивать можно пить спиртное? У нас есть своя – это брага, которую мы сами хватим. Брашка. Мне предупредит, что есть бражка. Но сейчас, я так понимаю, Великий пост, поэтому нельзя? Да. Или можно? Носкресенье немножко можно. А, да? Да. Можно. Так, хорошо. А насколько строго вы сейчас держите пост? Сегодня только масло, но как мясо, ниги, молоко, шоколады. Алексей – это тоже, нет? Нет. Но по воскресеньям иногда можно бражку. Брашка – оно не мясо. Это та самая бражка, о которой уже шла речь. Презентуй. Ну, скажем, вот это вот виноградное, с темного винограда, вот это вот из арбуза, вот это из апельсина, вот это вот для вас незнакомый фрукт. Кожу называется? Кожу, да. А вот орех, который у него есть, для вас знакомый кешью. Кешью? Кешью. А, это из кешью? Брашка из кешью? Только кешью. Вы-то знаете только орех. Да. А у нее еще есть фрукты. А, серьезно? Я не знал. Мне кажется, есть ли сейчас… Еще у нас разница во времени джетлаг. И не надо пить, если я сейчас подышу этой бражкой минуты две, я тут усну сразу. Счастливым сном, пьяницы. А это апельсин, да? Нет, это арбуз. Арбуз? Арбуз. Так, ну это посильнее будет. Арбуз очень сильный. Пьяниц среди староверов нет или есть? Есть. А, есть все-таки. Мало, мало, но есть. Случай есть, потому что это… Она не зависит от выпивки. Зависит от человека, от какой-нибудь проблемы. И она затянет человека, вот и получится. Современный мир теперь начинает подтягать немножко такого помаленьку. Там иногда где пиво и так далее, и так далее, и начинает появляться. Она ещё не в глубоком, но начинает. А вот эти вот просто купить пиво в городе, вот про это ты говоришь, да? Выпить пиво чуть-чуть? Ну да, если честно сказать, это всё запрещено. Потому что городское для нас вообще всё запрещено. Для нас разрешено только сухое городское. Сухое – это что значит? Сухое – это рис, это мука, это соль. А остальное всё своё должно быть? Да. Сейчас собирают на стол. Нас позвали пообедать. Тут есть некоторые тонкости, сейчас про них скажу. Ну, пока хозяева пошли молиться, мы не снимаем молитвы, потому что это была такая договорённость, и мы к этой части жизни староверов не приближаемся. Потому что, вы понимаете, чтобы люди разговаривали, нужно вести себя деликатно, и в конце концов мы всё время в гостях. Есть некоторые правила. Мы едим из пластиковой посуды отдельно, потому что нельзя смешиваться с миром. Ну да, есть такая. Короче, есть такое правило. Интереснее про меню. Сейчас пост идёт, и нам предлагали колбасу, нам предлагали мясо. К сожалению, для одного из наших операторов я сказал нет. Мы попросили то же самое, что хозяева едят. Хотя обед обычно в 11 утра, а потом в 19 уже ужин. А обед – он же завтрак. А сейчас полвторого. Короче, хозяева из-за нас долго терпели. Извините. Что входит в обед во время поста? Рис. Фасоль. Вот это я не могу понять. Это картошка? Нет. Это называется батат. Нет, это шушу. Шушу. В России её нет. Вот это Дима, которого вы обычно не видите, потому что он за камерой. Дима словёт нас главным гурманом. И он… Я хотел попросить тебя попробовать, Димон, и рассказать. Что именно? Да всё, что тебе дали, всё и ешь. Нужно? Да, мы принесём всё. Принеси твой. Как раз… Ну, очень вкусно. Да, как дома. Дима просто переживал, что не дадут мясо с клубами. Ну, можно обходиться с этим. Ну, скажи. Вполне. Ну, просто придётся чуть больше съесть, чем обычно. Мяса надо меньше. Ну, тогда. Рыба. Я знаю, что ты баллотировался куда-то, избирался, да? Да, да. А куда? Да, я был на Вереадоре. Это политика партийская. Ну, в партии в какой-то был, да? В какой-то был партии? В ПЕРе. Републикану я был. А сейчас? Сегодня я вышел. Вышел? Нет. Больше у меня есть, скажем, друзья. Они когда баллотируются, они меня тоже вместе зовут. Я вместе с ними обываю, но я больше сейчас классическая партия. Классическая – это название партии, да? Ну, она также, скажем, синдикату. У нас есть сегодня синдикат Хлеборовцев. Ага. То я тоже директор этих синдикатов. Мне никто не платит за это. За то, что я люблю… Это общественная работа? Да, да. Короче говоря, они лоббируют интересы сельхозсельского хозяйства в правительстве. Да, да. А коррупция есть в Бразилии? Много же коррупции, да? Да, по всем виду дальше много. В этом, мне кажется, Бразилия похожа на Россию. То есть уровень коррупции здесь тоже высокий. Да. Скажи, пожалуйста, я заметил, что все русские крестьяне здесь Балсонарио поддерживают, да? Да. Почему? А сам первый – он за семью, за веру и он за правую сторону. Я поясню. То есть среди русских в Бразилии, среди русских староверов нету леваков по понятным причинам, потому что в своё время леваки, большевики выгнали староверов из России. Потом они пришли, догнали их в Китай, заставили бежать из Китая. Поэтому невозможно, конечно, ждать от русских здесь, что они будут поддерживать левые партии. Хотя знаем, что в Южной Америке левые партии всегда традиционно сильны, но вот сейчас бразильский президент как раз правый, его русские крестьяне все поддерживают в основном здесь. Ну вот как я себе представляю русскую деревню, ту, к которой вы намного ближе, чем всё, что сейчас есть в России, должна быть какой-то женский кружок какой-то, должны собираться на завалинке, как раньше говорили, сплетничать, чесать языками. – Нет, у нас этого нету. Нам как-то мы всегда все заняты, нету время. Кто шьётся, кто у каждого свои дела, то так, по праздникам, по воскресеньям. – А как вы отдыхаете? Вы песни поёте? – Бывает. – Вы поёте? – Да, но больше песни поём мы на свадьбах. – А какие песни? – Русские. – А вот обычные русские. – Многие, многие. – Обыкновенные обычные русские. – И новых, как всегда, учимся. – Просто я даже не знаю, какие русские? Старые русские песни? Окрасился месяц багранцем? – Да, тоже. – Где волны шумели у скал? – Шуми Байкал. – Шуми Байкал. – Шуми Байкал. – Как про бродягу-то? Сейчас начни вспоминать, мы их знам, но… Или вот… Да, и всё, поехали, забыли. – Я понимаю, у меня такая же история на самом деле. Мне просто, чтобы петь, начать нужно, я думаю, ваши брашки прилично выпить, иначе я не начну. – Ну, а вот из-за этого больше на свадьбах и пою. – Старушка-мар просит, конечно, сына, Под утро рано встанет за водой, Ей пусть заплачет за окном рябина, Под белым снегом над моей судьбой. Есть вещи надгосударственные. Русские везде как напьются, так начинают песни гадать. – Да, привычка, да. – Да, много-много. Как мы здесь жили, но нам нормально. Когда я поехала в Россию, я что-нибудь смотрела, и потом говорю, вот из-за этого мы так и делаем. Здесь в России так делается, что мы. Из-за этого она у нас есть. Я когда сюда ехал, я ожидал увидеть деревню. Как мы себе представляем? Улица, дома стоят, стена к стене, заваленка, бабульки какие-то сидят, песни откуда-то слышатся. Я так себе дореволюционную деревню представлял. Здесь, как видите, всё немного по-другому организовано, поскольку земли у русских староверов много, то между домами, которые по нашим понятиям коттеджи неплохие, между домами по 200-300-500 метров, иногда по километру. И это скорее не деревня, а даже, может быть, небольшое село, а такая конгломерация хуторов, то есть отдельных хозяйств, здесь говорят фазент, которые соседи друг к другу, но которые каждый живёт самостоятельной жизнью. Кстати, вы видели, прошла женщина в шляпе. Тут есть такое жёсткое правило, которое мы соблюдаем. Мы не можем просто подходить к людям и начинать с ними разговаривать. Они так не приучены и так здесь не принято делать. Мы говорим только с теми, с кем мы договорились заранее, созвонились, довольно долгий был процесс. Это я вам объясняю, почему я не подошёл к этой женщине и не спросил, что за мотыгу она тащит. Нельзя. Различия между старообрядцами, живущими здесь, в том числе в Москве на самом деле много старообрядцев, и это сейчас даже модно, и старообрядцами теми. В чём оно основное? Я бы сказала, что, как я понимаю, как я это чувствую, разница в человеческом типе. Что я имею в виду? В старообрядцах Южной Америки и в мужчинах, и в женщинах там есть чувство собственного достоинства, отсутствие суеты внутренней, есть доброжелательность, готовность улыбнуться тебе, готовность вступить в контакт. И чувство ответственности прежде всего за себя и за то, что ты делаешь. Это такая самостоятельность. Которую советская власть здесь прибила начисто. Алексей, вы сделали тот самый вывод, который у меня в голове сидит. Совершенно верно. Помните, я всё время провожу мысль в наших выпусках, что в России всё держится на пассионариях, на отдельных личностях, которые вкладывают в какое-то дело свою душу, своё время и начинают выстраивать систему, которая без таких личностей не очень выстраивается. Вот есть в России такое агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В нём есть такой Иван Ефимов, который как раз уполномочен помогать староверам, переезжающим в первую очередь из Южной Америки, обосновываться на Дальнем Востоке. Я про Ивана слышал очень много хорошего. Сейчас мы познакомимся. Потому что Иван именно вкладывается по чесноку, и действительно помогает. Несмотря на то, что у него есть какие-то полномочия от государства, без человеческого подхода это всё было бы чиновничья, обычная российская хрень и ничего бы не работало. Благодаря Ивану что-то получается. Много есть людей, кто действительно вовлечён. Есть, конечно, в том числе и в администрации президента, и в Приморье. Люди действительно вовлечены. Не просто чтобы чего-то бояться. Это факт. И это воодушевляет. Есть чиновники, которые действительно меняются. Три года назад, особенно в Приморском крае, к этой теме относились очень настороженно с таким негативом. Сейчас чиновники некоторые ездят к ним в гости, к старообрядцам по выходным. Они уже в дружеских отношениях помогают. Есть такая теория, что Дальний Восток – это огромная малозаселённая территория, в которой главное нужны люди. И вот возникла идея, что приедут русские староверы, и поскольку они не пьют, не курят, работают, трудолюбивы, это в некотором смысле идеальные русские. И вот возникла такая теория, что они поднимут Дальний Восток. Я правильно излагаю? Нет. Как есть на самом деле, тогда расскажите. Так получилось, что три года назад мы ездили в город Свободный, Амурской области. То есть это не какая-то искусственная история, что нужно заселять Дальний Восток. Это просто та данность, которая есть. Получается, что в городе Свободном появилась община благодаря местному главе, бывшему города, и переехал 22-обрядцев, переселенцев. Мы познакомились, поняли, что очень много проблем, особенно миграционных проблем, связанных с получением гражданства и так далее. Начали глубже в тему входить и поняли, что действительно есть интерес у людей из Южной Америки, из Северной Америки переезжать в Россию. Им реально интересен Дальний Восток. И только после этого уже пошёл процесс знакомства, обсуждений, круглых столов. Почему именно Дальний Восток? Это вопрос к староверам. Почему вы выбрали именно Дальний Восток? Мы выбрали когда… Рынок сбыта. Первое. Это Китай, Япония, Корея. И там климат для выращивания сои и кукурузы идёт. Есть достаточно солнца. И рынок сбыта. И, значит, свободные земли. Климат зимой жёсткий, но опять летом хороший. Тут в центре больше всё занято. Тут есть всё занято, там больше свободного. И нам всё равно в конце концов нужно, где более… Мы не хотим в город. У нас просто… Мы такие люди, что мы едем опять же куда-то в деревню, опять же куда-то в хутор. Мы обязательно хотим жить на своём хуторе, на своей фазенге. Это вот наша мечта опять. У них есть свой взгляд и свои причины для переезда. Но не ностальгия, не любовь к родине, к России на первом месте. А что на первом? Экономические причины. То есть? Экономические причины. Вот смотрите, недаром эта самая массовая группа переселенцев, порядка ста человек, она была из Боливии. Потому что в Боливии такая экономическая ситуация, которая близка к социалистической. Они боятся социалистической… Как они говорят, красная звезда переместилась в Боливию. То есть коммунистическая звезда. То есть не столько их страшат тяготы нынешней России, сколько они по-прежнему бегут от советской власти. Они по-прежнему бегут от советской власти, от этой самой красной звезды. Конечно, я еду туда. Я не еду ни политические понятия, ни… Я еду в Россию, вроде как домой. Честно сказать, есть такое ощущение… Ты мне в ноябре говорил, что у тебя ощущение в России, что ты дома. Мы дома. Нет, мы даже не на родине. Мы дома. Есть такое ощущение. Я сейчас пересматривал это интервью. Очень… Очень… Прям такой сильный момент. Потому что… То есть ты не жил в этой стране никогда? Ты ощущаешь… Я первый раз в 2018 году там был. Россия стала нам ближе… Вот я думаю, что десятка лет. Это, я думаю, с интернетом. И потом тогда стали люди ездить. Она открыта более стала. Стали люди ездить. Россия тогда стала более открыта. У нас ничего не было русского. Это кто привёз, когда в какие-то времена какие-то буквари. Вот у нас было сказки, там чего-то такого, знаете. И вот наша Россия была. А потом мы поехали туда смотреть Россию. Мы уже когда… Уже взрослых годах. Уже когда… У меня уж когда 46-45 было. Да, и дальше ты говорил, что ты почувствовал себя дома в той России. А сейчас многие отговаривают туда ехать. Я скажу с самого первого момента. Многие отговаривают. Но большинство, 99% отговаривают те, которые никогда там не были. На первом месте я считаю так, что русское пословице говорится, что хорошо там, где нас нету. А я думаю, что мы должны думать немножко по иначе. Хорошо там, где мы есть. И это хорошо или плохо, я считаю, что оно зависит от нас. Если мы сделаем, чтобы было хорошо, оно будет хорошо. А если будем делать, чтобы было плохо, оно тоже будет плохо. Нам самим от себя никуда не убежать и никуда не спрятаться. И в этом смысле переезда смысла не имеют? Пока месть нет. В будущем неизвестно. Но на сегодняшний момент у меня здесь занятия, можно сказать, что хватает. Я не говорю, что Россия прекрасная, что там рай на земле или что-то подобное. Я видел всё там, что есть. И хорошее, и плохое. Всё везде, как везде есть оно. Я говорю, я не еду к тому, что там всё хорошо или что-то ожидаю. Нет, я решил, применил своё решение, потому что мне понравилась природа. По своим годам я решил сделать такую перемену в своей жизни. А если я это и не сделаю сейчас, когда душа жаждет и семья готова, а потом я буду жалеть. Но он когда переедет в Россию, смотря как его там народ русской встретит, будет как жить, то мы на счёт этого подумаем тогда. То есть у тебя как раз хороший план. Я посмотрю, как там у Авраама будет и Иришу. Вот так. А ещё всё и толпой ехать туда. Сколько сейчас уже переехало староверов из-за рубежа в целом? За лет десять переехало около 120-130 человек. Не сказать, что прямо много. Немного, да, но и у них уже родилось около 30 детей. То есть здесь такой демографический потенциал, можно сказать, что 150 человек. И туда в Россию тоже едешь, всё продаёшь здесь? Всё продаю. Чтобы сжечь мосты? Да, я сжигаю мосты. И мне многие говорят, а потом если в чего, куда ворачиваться? Я говорю, зачем ворачиваться? Жить-то везде возможно. Там 130 миллионов русских ведь живёт. А почему я не смогу там прожить? Кроме того, что есть государство, есть правительство, и какого бы оно ни было, всегда есть возможность создать своё царство, где бы оно ни было. Я боюсь, что их так, по-другому, по-третьему… Но не дай бог их обманут. Это будет для них разочарование. Это для них будет разочарование. Для нас, для всех это стыд будет. И, к сожалению, ещё одно подтверждение, что современная власть не для людей. Во всяком случае, не для этих людей. Это люди, которые искренне верят в Бога и считают, что вера в Бога – это главное в их жизни. Это очень сложно объяснить в современном мире, когда… В христианском. В христианском. Вообще в современном мире, понимаешь? В мире, когда вера, не вера, типа «ты что сказал, что перехотел». А вот у них ценности, основная ценность – это то, что они верят в Бога, это их смысл жизни. Знаешь, как мне сказал однажды Ульян Мурычев, староста старооблической общины в селе Дарсу, он сказал, «Нам кажется, что здесь нас Господь Бог даже лучше слышит». У нас и религия, и быт, и всё с России. И святые вроде как с тех краёв тогда. Они всё оттуда. Наверное, человеку и к этому кажется может быть. Мне, может, такого ощущения нет к этому. Но всё-таки, когда приеду в какое-нибудь место в России, у меня в Бразилии нет святого места. – Нету? – Нету. А тут католистические. К сожалению, я имею хорошее отношение, я имею уважение к ним, но это не моя религия, это не моя жизнь. «Бытию», «Бытию», «Быти вечеру», «Быти старему», «Быти малему». Ну вот, друзья, не знаю, как у вас ощущения, у меня от всего увиденного и услышанного впечатление, что это какой-то город Китиш, какая-то невероятная Россия, где всё по уму, всё ладно, всё получилось. Россия невозможная на родной почве, а вот здесь, в Бразилии, возможная. Я обычно в конце говорю, что все выводы вы делаете сами, но какие здесь выводы? Поделюсь с вами вопросом, который меня здесь всё время ставил в тупик, и задавали его почти все староверы. Глядя в глаза, так и впрямую спрашивали, «Ну что, как думаешь, стоит нам переезжать в Россию?» И тут, друзья, я прям подвисал, потому что с одной стороны, мы с вами про современную Россию и ситуацию в ней всё понимаем. И сказать «Да, переезжай» человеку, у которого здесь корни, дети, внуки, доход, стабильная жизнь – сложно, согласитесь. Я бы на себя, наверное, не взял такую ответственность. С другой стороны, сейчас скажу, возможно, очень патетическую вещь, но общение с этими людьми как-то настраивает на искренность. И я вам искренне скажу, я люблю свою страну. И я считаю, что таких людей, как староверы, должно быть в ней намного больше. Чем больше, тем лучше. Каких таких? Предприимчивых, решительных, смелых, уверенных в себе, не боящихся ни властей, ни трудностей, которые не запьют и не уйдут в депресс при столкновении с первой же проблемой, которые будут решительно и уперто работать своими руками на своей земле, делать своё дело и добиваться своей цели. Такие люди нам, конечно, очень нужны. Не знаю, будут ли это только староверы или мы с вами можем такими стать, или дети наши или внуки. Напишите, что думаете об этом в комменты. Напишите, как бы вы ответили на вопрос, переезжать им или нет. А мы, конечно, будем внимательно следить за теми из староверов, кто переезжает в Россию. И я обещаю, если всё будет нормально со мной, с проектом «Редакция», мы обязательно поедем к ним на Дальний Восток, посмотрим, как они там обустроились, узнаем, чем им можно помочь. И всех вас обязательно к этому через наш канал подключим. Это «Редакция». Комменты, лайки. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова